Героям расследования газета РУ, контрактникам в Новороссийске, отказавшимся ехать в Сирию, угрожают уголовным преследованием. К их защите подключился адвокат Иван Павлов, ранее защищавший многодетную мать Светлану Давыдову по делу о госизмене. Напомним, в пятницу 18 сентября 2015 года интернет-издание газета РУ опубликовало расследование случая в Новороссийске, где несколько контрактников отказались от командировки в Сирию. На эту публикацию оперативно отреагировали чуть ли не все официальные органы, которые могли иметь к этому отношение. Первым ответил Восточный военный округ, откуда и якобы были отправлены контрактники в Новороссийск. Предварительно для выгрузки техники, а оказалось, воевать в Сирию. Когда стало ясно, зачем они там, четверо контрактников обратились в газету РУ. Восточный военный округ информацию эту, конечно, опроверг. Цитата. В Восточном военном округе удивлены попыткам корреспондентов интернет-издания привязать повседневную деятельность подчиненных войск к событиям на Ближнем Востоке, ответили в пресс-службе ВВО. Военная прокуратура Новороссийска сегодня уже ничего не комментирует. Оттуда нас направили в Ростов-на-Дону, где находится их прямое руководство. Вот что ответили нам там. Они сослались на отсутствие письменного приказа и другие нарушения закона. Однако вместо защиты их прав военное командование подключило к делу ФСБ. Военная прокуратура абсолютно бездействует вместо того, чтобы реагировать на заявление президентского совета по правам человека, который занимается их случаем, и на жалобы самих военнослужащих, что с ними незаконно обращаются и не дают никакой информации по направлению в новую горячую точку. Более того, вместо защиты их прав к делу подключились военные особисты и ФСБ. Пошла проверка, допросы и угрозы военнослужащим вплоть до уголовного преследования. Статьи не называются, но из разговора следует, что им грозит наказание за государственную измену. По словам адвоката, людей на время проверки органами госбезопасности не выпускают из расположения части. Никто из тех, кто давит на солдат, родственников не известил. Родные военнослужащих в шоке. Они в полном неведении, что происходит. Адвокат утверждает, что поскольку мобилизация официально не объявлена, контрактникам, которых посылают в зону боевых действий за рубеж, обязательно должны предоставить письменный приказ, который предусматривает социальные гарантии, положенные военнослужащим. Помимо этого, не провели никаких медицинских обследований, что они годны для службы за границей в других климатических условиях. СПЧ обратился в Министерство обороны, чтобы в этой ситуации разобрались. От них пока официального ответа не было. Сергей Кривенко говорит, что звонки от солдатских матерей поступали к нему в течение последних нескольких дней. Они обеспокоены, что военным оформляют загранпаспорта и мысль о том, что их могут отправить в Сирию, уже появляется у многих. Запрос от Совета по правам человека по нарушению права и на служащих ушел на имя замминистра обороны Николая Панкова. Если учесть тот факт, что Верховный суд отклонил жалобу правозащитников и журналистов на указ президента о засекречивании потерь Министерства обороны в мирное время, нежелающим погибать за кремлевские интересы не светит ничего, кроме уголовного дела. Отправляют без приказа, значит в случае гибели будет ситуация, что их там не было. Если их там не было, о каких вообще выплатах в случае ранения или гибели может идти речь. В случае попадания в плен ситуация для их близких будет просто кошмарной. В Сирии их никто не будет разыскивать и родственники, даже если захотят, вряд ли смогут организовать поиски пропавшего без вести. Все, что можно сделать в такой ситуации, это просто расторгнуть контракт. В кремлевских верхах ситуацию отказываются комментировать. Ведь министр иностранных дел накануне заявлял о помощи, предусмотренной предыдущими договоренностями Сирии, в виде поставок военной техники, советников и инструкторов. Мы помогали и будем и продолжаем помогать сирийскому правительству в оснащении сирийской армии всем необходимым для того, чтобы она не допустила повторения в Сирии ливийского сценария и других печальных событий, которые происходили в этом регионе из-за одержимости некоторых наших западных партнеров идеями смены неугодных режимов. О направлении в Сирию подразделений вооруженных сил Российской Федерации для участия в боевых столкновениях речь не шла. Впрочем, участие российских военнослужащих в конфликте на Донбассе, вопреки неопровержимым доказательствам, власти РФ тоже отрицали. Таким образом, имеем очередное повторение ситуации, когда президент Путин и его окружение попадаются на лжи. Но если ложь в отношении геополитических противников российское общество может прощать до бесконечности, то лицемерие в отношении российских солдат, а тем более их уголовное преследование, Путину и компании не простят даже самые ярые сторонники имперской политики РФ. Хотя если вспомнить отношение к так называемым героям чеченских войн, отказ от спецназовцев Ерофеева и Александрова и многие другие подобные случаи, то вполне вероятно, что и в нынешней ситуации военнослужащим российской армии помогут уволиться задним числом, а родственникам пришлют извещения о том, как их близкие героически погибли, защищая национальные интересы Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok